Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетон или же Александр, и сегодня мы вместе с вами будем играть за бога в игру под названием This Doomed Isles The First God. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И когда-то мы с вами играли, друзья, в демку этой игры, там было довольно мало возможностей, но вот вышел пролог, где возможностей гораздо больше. А если вы с игрой не знакомы, так что выбрать? Хм, восстановление зданий, либо... Хм, чистокол. Я не знаю, восстановление зданий, мне кажется, лучше будет. Так вот, друзья, если вы не знакомы с игрой, то тут дела обстоят так. У нас есть маленький остров, на котором мы будем помогать людям выживать, строить там дома разные, оборонительные сооружения, таверны, выращивать леса и так далее. Но время от времени к нам будут приплывать враги, которые захотят все разрушить, все уничтожить, и нам нужно будет им помешать. Поэтому, друзья, давайте в первую очередь мы с вами поставим здание, в котором будут жить люди. Оно дает плюс два веры. Неплохо. Далее было бы неплохо обзавестись лесом. Возле леса можно ставить лесопилки, например. Поэтому, я думаю, можно разместить как-то так. И землю, кстати, тоже было бы неплохо увеличивать и соединить, например, левую часть с правой. Тогда у нас будет гораздо больше жизненного пространства, как думаете? Давайте начнем это делать. Метеорит сбрасывать я пока не буду. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потому что зачем? Так, и избушка стоит четыре древесины, да? Ну, давай поставим ее, не знаю, где-нибудь на противоположной стороне. И, я думаю, можно обновить, друзья, за веру карточки и посмотреть, что у нас еще есть. Производит 10% подожде. Счастье. Нам это не нужно. А вот земля, в принципе, пригодилась бы. Ну, и по большому счету, у нас и вера закончилась, и ресурсы, поэтому я предлагаю просто закончить этот ход. Давайте. И с каждым ходом будет обвиняться время года, друзья. Сначала лето, потом осень, зима, весна. Ну, как вы знаете, как это работает в жизни, да? Так, давайте лесопилку поставим, потому что нам нужно... А, можно все собрать? Мы отлично забираем все тогда. Такс, у нас тут осень наступила, и первым делом мы поставим лесопилочку. Она будет давать от 3 до 6 древесины каждый ход. Можно поставить ее здесь, наверное? Слушайте, так мы место сэкономим, давай. Опа, и люди выбегают, начинают работать. Два человека. Сейчас будут рубить леса, друзья, смотрите. Пошел процесс, пошел процесс. 50 древесины производит. На старте следующего хода. Не знаю, нужно ли нам это. А вот ферма по-любому нужна. Поставим ее, пожалуй, где-то тут. Жителей у нас, в принципе, хватает для выращивания фермы. Это здорово. У нас будут всякие овощи, яблоки и прочие приятные штуки. Ну, а эту штуку я не знаю. Логин камп. Слушай, это даже лучше, чем лесопилка будет производить. От 3 до 9 дерева. Жаль, ее повернуть нельзя. Ах, только так можно поставить. Ну, слушай, от 2 до 6, от 3 до 9. Пускай будет. А жители есть? А некому работать. Давайте мы, знаете, что сделаем? Отсюда уберем одного чувака. А лучше даже сразу двоих. И переместим их сюда. Пускай тут добывают древесины, потому что так ее будет гораздо больше. И было бы, друзья, крайне неплохо еще и жилище поставить какое-нибудь. Работников-то не хватает. Ну, эту штуку давайте используем. Надо было на древесину, наверное, использовать. Да. Ладно, 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 ладно. Можно обновить, посмотреть. Земля. Продолжаем увеличивать размер земли. И отлично. Да. Да, 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 да. Добро пожаловать. У нас будет 9 человек, друзья. У нас появились дополнительные люди. Подожди, 9-4? А они, видимо, на следующем ходу прибудут к нам, да? Понятно. Они на следующем ходу к нам прибудут, потому что пока их не видно. У нас как было 4 человека, а так 4 человека и осталось. Конец хода, друзья мои. Зима наступила. И пока полезных зданий прям-таки особо и нет. Можно лес увеличивать. Можно поставить его куда-то вот так. И земля дополнительная. Не знаю, нужна ли она нам. Ну, давайте вот так. И сюда было бы неплохо землю воткнуть, но никак не получится. В общем, друзья, остров наш пока растет. Никакой опасности нет. Можно спокойно развиваться. Новый год наступает, друзья. Весна у нас тут. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Уничтожить все деревья? Не очень. А вот чистокол поставить для обороны было бы неплохо. Например, правда, я не знаю где. Откуда враг будет наступать? Ну, давайте. Блин. Я не знаю, он не помещается. Ну, давайте вот так стену, а. Поставим. 12 древесины мы получим. Как-то звучит не очень. А что, если обновить? Где дома? Почему у нас нет ни одного дома? Это карты, которые у нас имеются, но карты домов у нас нет. Поэтому мы пока без домов. Ну, счастье можно за 12 голды увеличить нашим людям. Не знаю, надо ли это земля. Ну, продолжаем жить. Лето наступает. Так, 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 так. Можно еще чистокол поставить вот таким образом и как-то огородиться от врагов. Но и опять же увеличиваем землю. Отлично. Надеюсь, наши жители в случае необходимости смогут переходить на левую часть острова и чего-то здесь делать. Было бы крайне здорово. Так, а жителей у нас уже 10 из 4-х. Но у нас негде жить жителям. В этом проблема. А здание улучшать нельзя. Поэтому приходится просто ждать какого-то чуда. Можно еще и здесь стену поставить. Правда, я не вижу в этом особого смысла. Но хоть что-то же мы должны строить. Оп. Новые карты, друзья. Хижина сборщиков. Еще лес. Получить 50 голды неплохо. Форест еще один. Да не нужен нам еще один форест. Вот, нам нужен дом. И хранилище для древесины, может быть. Давай, давай. Прекрасно. Много золотишка мы на это потратили. Но зато, друзья, у нас появляются разные штуки. Так, гэзеринг. А что, погоди, оно будет собирать? Камень? А! Будет добывать каждый ход 2 либо камня, либо 2 древесины. Ну, звучит неплохо. Давайте поставим где-то... Я не знаю. Опять не поворачивается. Давайте, пускай и тут стоит. Но опять же, работать некому. Люди есть, но они не живут, можно сказать. Они как бы где-то... Непонятно где еще находятся. Эти люди. Поэтому давайте жилые дома ставить. Отлично. Вот теперь можно назначить сюда 2 работников. Почему бы и нет. Прекрасно. Ну и хранилище для древесины. Можно вот тут за забором поставить. Почему нет? Кстати, да. Парамс. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Нет, я не буду ломать деревья сейчас, друзья. Не хочу. Вот полисад можно поставить здесь. Или вот так как-то оборониться. Но это глупость будет полнейшая. Здесь можно поставить на будущее. Почему бы и нет. Ну и вперед, друзья. Конец хода. Снова наступает зима. Хилить нам ничего не нужно. Метеориты сбрасывать тоже особого желания нет. Давайте посмотрим, что еще есть. Лес. Лес у нас постепенно заканчивается, друзья. Его люди вырубают. Ну как бы я не знаю, куда его поставить. Не имеет смысла, наверное, пока. Давай еще раз обновим. Земля. Лес. Где дома? Не ясно. Ладно, пофиг. Тогда просто давайте землю увеличивать. Как бы ее вот сюда бы вставить. Как неудобно, да? Не получается вставить сюда ее. Так что, я не знаю. Ну будет дырка у нас в земле. А как иначе ты поставишь? Ну ладно. Дырка. О, друзья, захватчики. А проблема-то в том, что у нас отбиваться нечем. У нас ни одного оборонительного сооружения. Я предлагаю сбросить на них метеорит. Ибо нефиг. Бум, бум, бум. Ух, это был единственный способ отбиться от варваров. И это вполне... У нас вера падает. Слушай, счастье. Эээ, надо было вот эту... Оставить деньги на джибилейшн. Повысить счастье нашим ребятам. Они отсюда, получается, пришли, да? Но они бы какое-то время ломали бы стену. Тут вопросов нет. Но они бы ее сломали в итоге. И все. И что бы мы сделали дальше? Ничего бы не сделали. Блин. Становится сложно. Почему сюда лес не помещается? Как же хотелось бы, чтобы поместился. А вам нечего добывать уже, да? Ребят, я хочу вам лес поставить. А я не умею. Тут камень мешается. И убрать его никак нельзя. И... Ладно, давай сделаем вот так. Берется оно? Во, отлично. И можно на это место новый лес поставить. По-моему, идея неплохая была. Да, этого дерева почему-то уже не доставало. Счастье надо увеличивать, ребят. Плюс 10 счастьей, отлично. Ну и давайте лес ставить. Пускай добывают древесину. У нас ее супер много, но... Опа, опа, опа. Полезная, казалось бы, карта. Но ее никуда не воткнешь. Жалко вас, люди. Я не могу никак вам помочь, извините. Так. Хранилище для еды. И еще одно хранилище для... А надо ли оно нам? Я думаю, нет. Хранилище для древесины. У нас так, как бы, дофига. Хранилище для еды можно. Потому что еды копятся дофига. Ну и халявную карту почему бы не взять. Обновить ничего нельзя пока. У меня ноль монет. Ну как, одна. Мы хоть и добываем по 4 каждый ход, но этого все равно мало. А что, они уже половину леса разрубили? Нифига вы шустрые. Ну, я не знаю тогда как быть. Деньги? Ну, давай. 50 монет на халяву. И счастье увеличиваем. О, потихоньку. Людям становится жить гораздо лучше, чем было до этого. У нас тут наступило... Опаньки. Хранилище для еды, кстати. Поместилось спокойно. Хил в здании. Зачем? Не вижу смысла. Вырубка леса. Тоже смысла особого я не вижу. А если от нефиг делать полечить здание? Ну, нам это ничего не дало. Как бы я полечил их от смысл. Так, снова весна. Друзья. А что, не помещается сюда лес? Ну, как неудобно, а? Слушай, у меня земля фигово расположенная. Не повезло мне в этот раз с расположением. Вы только взгляните. Куда это втыкать? Чтобы людям было хорошо. Так разве что? Было смысл. О, пошли добывать чего-то. Ну, одно дерево достает до лагеря лесорубов. И все. Нужно было его где-то тут, наверное, размещать. Было бы гораздо лучше. Вперед! Четвертый год у нас тут. Лето. Продолжаем защищать наш остров. Всячески. Очень странно все это выглядит. Но зато слева враг не сможет пробиться. Опа! Да, вот это хорошо. Древний форт, друзья. Вот это прекрасная вещь. На хранилище уже не хватает. Метеоры у нас есть. Дополнительные деньги. Давай. Обновлять ничего не буду. Деньги мы экономим. Форт, друзья, поставим. Сколько он стоит? Двадцать древесины и десять железа. А у нас ноль железа. А у нас нет производства железа. Вообще никакого. Ноль. Ноль железа. И счастье постоянно падает. Ну, я не знаю. И жителей как бы особо нет. И жителей как бы особо и нет. Да елки-палки. А я ж не знал, что... Все в железо упирается. Я мог посмотреть, но я что-то не посмотрел. И... Да какая разница? Эта карта никуда не пропадет. Она будет у нас. Халявные деньги. Счастье увеличиваем. Только благодаря этой карточке люди все еще счастливы. Потому что в любой момент счастье может просто закончиться. Ни туда, ни сюда вот эти деревья стоят. Если бы чистаков можно было бы убрать. Было бы здорово. Конец хода, друзья. Снова зима. Полисадник. Я не знаю. Надо ставить. Два древесина. У нас древесины дофига. Давайте вырубим лес. Нафиг. Вот так. Теперь мы можем лес поставить. Ага. Не можем мы лес поставить. Никак и нигде. Здесь. Опять он просто будет место занимать. Толку от него немного. От тройного леса. О, друзья. Вторжение викингов. А на форт не хватает ресурсов. А на форт не хватает ресурсов. Но я могу на них опять метеориты сбросить. Ребятки, вам не повезло. Вам не повезло. Награда, друзья. Ха. Смотрите. Шипы. Если враг будет дотрагиваться, то он будет получать урон. Звучит прикольно Звучит реально прикольно Но лучше бы нам дали железо Вот они А на какое именно повесить здание? Ну давай, наверное, на главное Стой, а как? Какой смысл? А, это не главное здание было Короче, я куда-то, видимо, повесил Но оно не отобразилось визуально Вперед Первая версия игры отличалась Там было немного все по-другому А тут, видите, какая ситуация Куча всего, но того, что нужно, нет Нормальный лес Ура, друзья, снова добываем древесину Правда, девать ее некуда Ну, надеюсь, оно будет висеть здесь Надеюсь, оно навсегда, а не на несколько ходов Еда дополнительная Так у нас еды и так много Хранилище, опять же Ну-ка, дайте что-то другое, а у нас денег нет Лучники Демалиш Разрушение построек Офигенно Вот то, что нам нужно, друзья Разрушение построек А куда опять все деньги деваются? Я вроде бы зарабатываю И колдую деньги А они вечно исчезают Я вроде ни на что их не трачу Толком Двенадцать веры Двенадцать веры это стоит Еще один лес Можно тут, не знаю Будет потом лесопилку поставить И можно будет добывать лес Конец хода, друзья Зима снова Разрушение зданий Что-то можно разрушить Например, вот это Чтобы потом лес тут устанавливать В случае надобности Дополнительную Да никуда не нужно Дополнительную стену ставить Весна наступила, друзья Копим деньги тогда, наверное Где карточка, которая дает нам денег? Хочу карточку, которая дает нам денег Больше нам ничего не нужно Лето Ничего не надо Ничего не надо из этого У нас популяция минус три уже По причине того, что нет счастья А я не могу счастье дать им Никак У меня нет подходящих карт Оооо Дает один процент счастья Если Есть деревья Получается так, да? Вот так Так Если есть деревья Дает счастье А тут мы тоже, пожалуй, стену пока убираем Помпером Из этого ничего не надо Давай Где эта карточка? Вот Я думал, это будет здание Но я заспавнил на Лес Наверное, это будет Какая-то польза Но счастье Все еще ноль Деньги Давай Счастье Десять процентов Ура Друзья На нас тут совершено Нападение Вероломное Посмотрите Призраки какие-то А У меня метеор только один есть Давай На призраков Мне кажется, они страшнее, чем варвары Или все-таки на варваров Хорошо Ну, а мне отбиваться-то и нечем Новый год Друзья Они высадились Они уже начинают ломать Де Дет Как же больно они ломают Подожди О, смотрите Кровотечение повесилось на него Надо было, наверное, на них вешать Не знаю Что еще у нас есть Опа Как бы мне так побольше их задеть Ладно, хотя бы давайте этих убьем И вот этого На этом кровотечение висит Так что нормально Вот Это оказывается не на здание нужно было вешать А на врагов Конец хода И что, они просто перемещаются? Они дерево сломали и чуть не умерли Они умерли Ха-ха-ха-ха Нефиг ломать наши деревья Грин этот Белт Ну, зеленый пояс Куда его заспавнить? Сюда получается Но это ничего не дает Опять же Разрушать, наверное, я ничего не хочу Мы лишились одного дома И как теперь выживать без этого дома Совершенно не ясно У нас все способности Это чертовы Метеоры Хоть так Хоть и так Вставь их Ну, вот эта штука Которая кровотечение вызывает Оказалась классной На самом деле Прям реально Опять Грин Белт Да что ты будешь делать? Ну, жилище Хорошо Неплохо Счастье и деньги Ну, это нам нафиг В принципе не надо Молния Хранилище для еды Ну, давай молнию возьмем Пригодится Если вдруг будет вторжение Как-то надо будет попытаться выживать Меня печалит Что многое здесь зависит От случайности На данном этапе То есть Если тебе не повезло И не выпали карты С Железом То все Ты просто страдаешь И не можешь выжить Никак Жилище Ну, наконец-то Хотя бы жилище будет Две веры Дополнительно Деньги, конечно Счастье По-любому Население у нас уже уменьшается Ну, конечно, уменьшается Во-первых, они не работают Еду они, скорее всего, едят Жить им негде Ситуация крайне плачевная Я бы даже сказал печальная А как я могу на нее повлиять? Я всего лишь бог Который ничего не может Обновление пошло Гринбелт Демалиш Нечего разрушать, друзья Нечего разрушать Едем дальше Обновление Что я надеюсь Каждый раз здесь увидеть? Я думаю, нужно просто Двигаться вперед и Ждать какого-то чуда Вера у нас плюс ноль Счастье А так у нас Два человека Исчезли Почему они не работают? Негде, видимо, работать А где здание сборщиков? Его сломали, да? Печально Хотя, знаете, что можно сделать? Можно убрать отсюда Они все равно не работают И поставить сюда И вдруг будет результат Вау Вау Позволит добывать камни Но их все равно Надевать некуда Как бы Да, камни Это здорово Но что ты будешь С ними делать? Форест Обновление Гринбелт Конец хода Деньги опять Куда-то исчезли Я не понимаю 54 А, и Минус 50 денег А куда Минус 50 денег? Они просто Испарились А, они Я понял Они каждый ход Исчезают Так а нафига Я тогда их делал? Они как бы есть Но как бы Их и нет Вроде бы Вторжение Снова Но я могу Ответить вам Молней Или астероидами Метеоритами Странно, что Варвары до сих пор Не поняли Что приходить сюда Идея не из лучших Наконец-то Можно дерево поставить Почему? Потому что Каждый раз Когда они приходят Их постигает Дикий огненный дождь С небес И они такие Оооо Че делать Че делать Че делать И почти всегда Они даже не успевают На сушу высадиться Можно создавать камни Ну Звучит, конечно Не очень круто Лучник Ну Кстати Почему нет? Хоть какие-то будут войска Плюс дом А, так у нас один житель остался Да Че-то, друзья Этот заход Можно признавать Неудачным На этом, я думаю Пока мы остановимся Что-то я делал Наверное Не так По неопытности своей Вот, кстати Здание По сбору Но у нас Не самое плохое Не самое плохое Счастье Не самое плохое Еды С избытком Но люди Почему-то покидали нас Хотя я изо всех сил Старался и жилье им давать И вообще Ну ладно Надеюсь, друзья Видосик вам понравился Большое спасибо За внимание За просмотр До новых встреч Удачи Пока И Счастья вам Берегите себя, друзья Пока